Добрый день! В эфире программа «Мимо нот». Сегодня веду я, Евгений Доделев, со мной Юлия Афонина. В гостях у нас есть титулы, все время говорят «Император эстрады», «Король эстрады». Про нашего сегодняшнего гостя говорят, что он и Саул российской эстрады, Олег Газманов. Я вот это терпеть не могу, эти ваши лейблы, наклейки там. У нас такая работа, а у вас, Олег, совсем другая работа. Расскажите нам про свою работу. А что вы про неё рассказываете? Я весь на виду… Юля, Олег весь на виду, поспользуйтесь. Я сейчас коротко, я 40 лет получаю деньги за то, что мне нравится. Вы вызываете, Олег, ненависть просто у всех своих сверстников. Но как вообще вот можно в такой форме быть таким живым укором всем остальным сверстникам? Вот только не надо вот этого опять. Сейчас начнется та же самая бодяга. Вот то, что журналисты опять одно и то же говорят. Как вы выглядите, почему, как вы это делаете, что вы делаете? А вот как вы это делаете, Олег? Вот хочется задать… У меня есть официальный сайт. Мы ничего не в курсе. У меня есть официальный сайт www.gasmanov.ru Грамотный человек. Да. И там есть видео уроки. То есть, мне надоело отвечать. Я взял и снял, что я делаю. Бесплатная подписка? Нет, бесплатная, пожалуйста. Потрясающе. Пользуйтесь. Я это делаю уже лет 40, вру, лет 30. И лет 40 у меня не меняется вес. Делаю очень обыкновенные вещи. Ненавижу. 12 минут. Жаль, тебе жалко 12 минут в день? Мне не жалко ничего, но с животом невозможно. Я считаю, что счастливый человек, действительно. Потому что вам позавидуют многие по поводу внешней зависимости. Вы потратили бы времени на то, чтобы помочь… Рубить шашки. Нет, помочь людям всё-таки доказать, что всё-таки это только ваш труд и именно ваша личная заслуга. На видео, на гаджет какой-то… Но я считаю, что вы ещё до сих пор тратите всё-таки на него. Нет, я взял это. Я говорю, кто хочет, пожалуйста. Вопрос здоровья – это вопрос воли. Всё, на этом заканчиваем. Про здоровье. Потому что это уже… А что вы едите, там что-то есть. И там тонкости. И самое главное ещё просыпаться. Надо засыпать, улыбаясь к завтрашнему дню. Это уже тема наркотиков пошла, мне кажется. А просыпаясь, кайфовать просто от того, что проснулся и тебе Господь дал ещё один день. Это, кстати, очень серьёзно. Это реально именно так надо жить. А когда ты просыпаешься с ненавистью, что у тебя где-то пахать куда-то там, или там кто-то тебя любит, не любит, и что у кого-то больше в чьих-то-то руках, там где-то у кого-то толще, больше и выше, это всё… То есть позитивный настрой – это главное? Не, я понимаю, что всех людей нельзя, всех людей любит только Господь Бог и белая акула. Но всё-таки надо стремиться к тому, чтобы получать удовольствие. В каждое мгновение этой жизни не причиняя вреда окружающим. – Ну я считаю, что всё равно сила вам даёт, наверное, ваше окружение, ваша семья. Потому что я вот, когда готовилась к интервью с вами, много прочитала о том, что вы действительно потрясающий семьянин. – Скажите, у нас сегодня такая официальная беседа, вы так говорите, вот, это мне надо на стул снять, или на пьедестал, или что? Я нормальный человек, конечно, со всеми такими… – Просто люди все разные, и некоторые не ставят, например, вот этот титул семьи на первое место, а вы отзываетесь очень трепетно об этом всём, и этому можно позавидовать, понимаете, поэтому хочется об этом говорить. Может быть, вы ещё силы всё-таки черпаете из семьи? – Ну, из семьи тоже, конечно. – Окружение же это важно, правильно? – Да, ну, конечно, у всех там свои дети, свои проблемы, там, жена, дети, всё, у каждого свои интересы, и как-то всё это надо увязать в один клубок, опять же, чтобы и тебе было хорошо, и всем было хорошо. И это отнимает очень много времени, иногда раздражает, потому что хочется писать музыку, а тебе говорят, слушай… – Сходи! – Ну, вынеси бедро мусор, да. – Да, слушайте, конечно. Ну, семья, да, семья. Если больше времени своей жизни проводишь там на работе и в семье, если где-то или на работе тебе плохо, или в семье тебе плохо, значит, считаешь, что полжизни ты некачественно живёшь, поэтому нужно стараться сделать там и там. Ну, это я бы такие банальные вещи говорю, это всё понимают. Просто как это увязать, и когда мне говорят, вот как вы это делаете, да, я не знаю. Вот это, знаете, это настолько индивидуально, это надо… – А вы очень хорошо представлены в социальных сетях. Это работа для вас или это тоже делается, что называется, с душой, с огоньком и для удовольствия? – Ну, да на ты, Жень, потому что, ну, всё-таки мы с тобой уже, не знаю, я не могу вот… – Давай на ты… – Я тебя очень уважаю. Хочешь ли я на выводы ставить? – Нет. – Знаете, Женя… – Зрители раздражают. Ну, давайте, я люблю раздражать зрителей, поэтому давай будем раздражать. – А можно как хотите, а мы на… – Давайте все. – А можно как хотите, а мы на… – А можно как хотите. – Хорошо, да. – Далее. – Нет, а по поводу социальных сетей. Вообще, это очень хорошая получилась история с этими сетями. Мне лично нравится. Почему? Во-первых, всегда не хватало обратной связи. Вот ты на концерт стоишь, да, и они где-то зрители там, ты там их что-то там… они поют с тобой, и всё. А вот как, о чём они думают реально, да? Ну, конечно, не на 100% они пишут, о чём они думают, и всякие там эти… появляются маргиналы, которые все… Но на самом деле интересно, вот появились там мой сайт, там гостевая книга, плюс Твиттер и Инстаграм, и там Фейсбуки и так далее. Но я вот лично использую Твиттер, Инстаграм и перепасовываю потом туда, транслирую ещё в остальные все, потому что столько появилось в соцсетях разных. – Столько выборов. – Мне точно нравится что? Инстаграм, потому что вот понимаешь, сейчас весь мир щёлкает своими гаджетами, останавливает мгновение, делится этим мгновением. Это здорово. А я бываю в таких местах, куда нормальный человек даже не попадает иногда за всю жизнь ни разу. Вот сейчас ещё перископ, мы сейчас ещё и в перископе, да? То есть вот получается, что люди вот моими глазами проживают ещё одну жизнь человека, который много видит, много знает, передвигается и так далее. Ну, не поделиться этим неправильно будет, во-первых. Во-вторых, это всё касается Инстаграм, перископа, да, это видео, значит, такая история. Второй момент – это Твиттер. Я вот очень люблю Твиттер. Многие, кстати, вот сейчас выписываются, отказываются. Мне нравится Твиттер, потому что в Твиттере проза такая концентрированная. Там 140 символов. – Краткость сестра таланта, да? – Нет, вот я это обожаю. Когда вот 140 символов, да, это уже, и причём вот есть очень много разговоров, вот я когда начал этим заниматься, я стал пропускать запятые и сжимать фразы, тут же появились там некоторые люди. – Доброжелатели. – Которые стали говорить, что вот Газманов неграмотный, там ошибка, а ещё, знаешь, альтерация там, которая идёт в айфонах, они там тебе ещё… – Да, да, да. – Там такие бывают вещи. – Т-9. Ой, это злосчастный Т-9. – Ты понимаешь? – Это просто страшное дело. – Да, и вот, понимаешь… – Это страшное дело. – Но, вот ты когда… Я уже называю это не… Это называется отдельным словом – твитопись. – Твитопись. – Угу. – Потому что… – Услышал. – Твитопись – это уже не по правилам, да, русского языка. А ты просто… Вот как Пушкин. Пушкин занимался твитописью. Он вот так вот сжимал там и курочил их, лишь бы донести мысль. Потому что самое главное и в прозе, и в поэзии – это донести правильно… и в журналистике, кстати, тоже иногда бывает. Донести правильно мысль. А для этого можно как-то исказить. – Правильно. – Поэтому я недоброжелателям, которые меня там критиковали, написал такой стишок специально для твитописи. «Мы друг друга понима и с полу взгля. Буду твиты сокраща, чтобы больше помеща». Как раз… Ну, такая история. Поэтому соцсети – да. Другое дело, что и мои дети, и моя жена, и вот все, кого знают, бывает, знаете, ходят вот так вот, как зомби. И оборваться невозможно. И вот она когда мне говорит, так, значит, хотя бы за завтраком. И за завтраком, значит, мы решили, чтобы все отказали. Я за завтраком иногда люблю новости смотреть, но не по телевизору уже, а я просто себе забил некоторые СМИ и так далее. Я со всех сторон смотрю разные мнения по этому. Истинно, естественно, где-то в середине. – Если ты про некоторые СМИ упомянул, ты должен забить обязательно медиаметрикс. Потому что медиаметрикс в живом режиме дает… – Нет, я же не имею отношения, я же не работаю на медиаметрикс. Так же в гостях. Но это реально гениальная штука, потому что она показывает в реальном времени режим упомянул. – Народ, забивайте медиаметрикс, только не ногами. – Да, упоминание в соцсетях. Поэтому очень полезная штука. Это реально советую. Всем советую. Я советую. Юля, вопрос. – Раз мы заговорили о прозе, о литературе, вы никогда не думали написать свою книгу о своей жизни? Потому что, мне кажется, у вас интересная все-таки жизнь, интересные какие-то маленькие рассказы, которыми вы хотели поделиться со своими поклонниками. – Я понял. Мне когда еще было 50, и даже сейчас… – Это за счет мне когда было 50? – 15 лет назад. – Ты не будешь сейчас на 50, поэтому… – Еще раньше, да. Мне все время говорят, книгу стихов или еще что-то. Не то, что ли лень, а как-то скучно это делать. Надо что-то думать, как-то компонировать, писать. Я не понимаю. – Но ты знаешь, как знаменитости вообще? Они ведь очень просто делают. Они договариваются с какой-нибудь красивой девушкой. – И она летописец. – Красивая девушка говорит, я там все буду писать. Но она стала писать, и я понял, что я говорю женским языком, рассказываю о себе. И, значит, надо после этого как бы править. А это еще хуже. – Там еще. – А потом… – А чтобы править, надо встречаться. – Потом ты некрасивую девушку нанимаешь, и она правит. – То есть там быстрее процесс идет сразу же. – Ну, почему-то я как-то так задумался и решил, что… Надо делать то, что, понимаешь, мало времени в жизни остается, с каждым годом сокращается. Дорога та, которая вот сзади, она длиннее, получается, уже, чем дорога, которая впереди. – А никто же не знает, что впереди. – Поэтому хочется очень качественно прожить, и не отвлекаться на вот это вот все. Пусть там потом уже кто-нибудь напишет там что-то. – Потом напишет что-нибудь не то. – Ну и пускай. А мне-то что теперь жить? Надо жить, понимаешь, а не думать о том, чего. Я вспомнил, надо жить, у меня и будет песня новая. – Так. – Песня есть. Вот у меня сейчас вот в этом году как раз юбилейчик. – 22 июля, наверное. – И я не хочу тут это делать, знаешь. – Блин, серьезно. – 55 лет. – У меня будет такая тема. Сейчас вспомню, подожди. Песня будет такая легейная. Когда мне будет 65, не потеряю этот драйв. На каждой сцене, как и много лет назад. И пусть всему приходит срок, пока не сыпется песок. Пожалуй, рано нажимать на тормоза. Ну и так далее. – Вот ты открыл эту дверь, потому что это прямая совершенно аллюзия с When I'm 64 группой Битлз. – Молодец. – Да. С сержантом Пайпер. Это просто прямо вот туда. Вот сейчас, если я скажу, что это антитезы к тому, что они говорят, When I'm 64. То есть там было, знаешь как, они когда молодые были совсем, он написал, что что-нибудь будет делать, когда из них будет сыпется песок, когда они будут старенькие. И я думаю, ни фига себе. Я говорю, уже вот у меня 64, и что делать? А этого нету, что он не сыпется. Я смотрю, нету. – Не, ну давай мы сейчас честно признаемся, что половина коллектива Битлз не дожила до 64. – Если я сейчас скажу, что вот этот наш ответ Битлз, да? Сразу такое говнище опять польется в сети. – Да говнище-то уже льется, оно несется по трубам, бурлит и фонтанирует. Поэтому… – Поэтому, да, ну что делать? – Что ты имел в виду, скажи, пожалуйста, когда говорил про Битлз? – А, когда говорил про Битлз? – Да. – Во-первых… – Вот расшифруй. – Как вот, значит, я, как бы, самое главное, что я говорил, а как интерпретировали средства массовой нашей дезинформации. – Это наша работа такая. – Ну да. То есть я сказал, что Битлз, безусловно, великий, да? Скажу, естественно. Что вообще Маккартни, кстати, один, если не самый мой любимый композитор. Вот. И вместе с тем я сказал, что в то время, да, сама группа состояла не из самых великих музыкантов. Ну, это условно, если брать каждого по отдельности, например, там Ринго Стар был не самый лучший барабанщик. Но если сравнивать, взять любого сейчас барабанщика, понимаете, вот любого, ну я имею в виду профессионального музыканта сейчас, ну любого, вот встретить, скажи, кто лучше, там Бадди Рич, например, или там Стив Гатт, или там Ринго Стар. Скажем, ну ты чё, конечно, понятно, что там Бадди Рич и так далее, Билли Каббон, там такие были монстры. Но они не были, не были их в Битлз были. Я сказал, что самое главное в Битлз, это вот то, что они пазл такой, вот они друг друга так разогревали, видимо, это такая была вот история красивая. Вот. И получился в Битлз великая музыка, революция вообще-то в то время. Ну, конечно, всё это отсекли, сказали, что Газманов критиковал Битлз там, Ринго Стар и так далее. Вот я сейчас хочу воспользоваться служебным положением и попробовать набрать Владимиру Леонардовичу Матецкому, который главный битловед страны, который, во-первых, их всех знает. Угу. Вот. А у него, это не экспромт. Я сказал, что у нас будет прямой эфир. Вот. И мы договорились с Владимиром Леонардовичем. Владимир Леонардович, приветствуем. В прямом эфире Медиаметрикс я разговариваю с Олегом. Олегу большой привет. Как раз, как… Привет тебе, Олег. Да, привет, Володь. Очень рад тебя слышать. Когда мы наконец встретимся? Привет, Саина. Валерий Леонардович, как раз, как раз, был разговор про Ринго Старо, что не самый великий он барабанщик и, в общем, инструменталисты, битлз, в общем, не самые сильные. Хотя великие музыканты – это никто не оспаривает. Нет. Я сказал, что не самые сильные музыканты по отдельности. По отдельности, да. Но группа, безусловно, великая и не важно уже, как они играли. Вот, что я сказал. Володь, как главный битловед страны ты можешь как-то прокомментировать? Нет, тут много есть интересных вещей, связанных с музыкой, которые понимаешь, и я уверен, что Олег все понимает. Олег – мудрый, глубокий человек. Порой бывает так, что журналисты передергивают, берут какую-то строчку, она становится огромного размера. Чтобы Олег не понимал, какое значение имеет битлз, я просто не могу этого себе представить. Что касается игры на музыкальных инструментах, это примерно то же, когда девушка, у нее не самый большой размер груди, не самые длинные ноги, но она феноменальна. Это примерно из этой серии. Для того, чтобы группа была гениальной, не обязательно, чтобы гитарист играл быстрее всех на гитаре. Ну, а про Ринго Стара что-нибудь ты скажешь? Я пойду к этому. Он скажет про Ринго Стара, а потом вы скажете, что Матярский тоже критикует Битл, сказал, что Ринго Стар плохой барабай. Володь, не говори, я на себя удар уже принял. Вот, а что касается Ринго Стара, есть одна удивительная история, которую слушателям будет интересно узнать. Он левша. Так же как Маккартни? Маккартни бы тоже левша. Он левша, но Маккартни не переученный левша. А Ринго Стар переученный левша. И из-за того, что он переученный левша, он играет на барабанах по особам. И вот сейчас все барабанщики мира, отдавая должное Ринго Стару, есть этот ролик в Ютубе, его можно было открыть и посмотреть. Они играют его знаменитые кусочки. Из тех, какие, например. И так далее. И они не могут чему, потому что у него особый почерк. У него особое звучание барабанов. Вот это все делает его уникальным. А что касается измерения линейкой, кто быстрее играет, кто больше ударов в секунду делает. Это самое глупейшее, что может быть в искусстве. Самое глупейшее. Володь, огромное тебе спасибо. Я надеюсь, тебя очередной раз увидеть у нас в эфире Медиаметрикс. Большое тебе спасибо. Продолжаем разговор. Обнимаю. Да, Жень, с удовольствием и большой привет Олегу Газману и всем слушателям Медиаметрикс. Спасибо. Пока. Вот такой вот у нас. Впервые такой у нас опыт. Прямой? Я сейчас вспомнил, знаешь, какую историю? Например, в связи с этим, как журналисты, как интерпретировать фразу, если бы не стали критиковать Корнея Чуковского, как из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает. Многоточие. Знаешь, сейчас такое время, что все это споры и критика на уровне сам дурак. Вообще, честно говоря, вот эти вот люди, которые потоки эти изливают, они с такого не врубаются настолько ни в музыку, вообще ни во что. В общем, ладно. Это не важно, на самом деле. Но мы же здесь говорим о том, что важнее драйв, энергетика или мастерство. И это извечная тема, которую я очень люблю. Важен успех. Вот результат. Сейчас смотри. Вот мы сейчас будем говорить, но будем слабый, не слабый барабанщик или еще. Какая разница? Битлз – это грандиозный успех. Один из самых, если не самый большой успех в мире вообще. На уровне музыкальном мире. Поэтому, ну что толку об этом говорить вообще. Успех. Более того, я сейчас еще скажу. Скажите, вот «Ласковый май» сделал 13, по-моему, подряд концертов в Олимпийском. Да? Угу. Ну, давайте сейчас разбираться. Хорошо не поет, плохо не поет. Ласковый май. Опять же. Я представляю, как брызгали слюной в свое время все музыканты, которые говорили, они вообще ни петь, ни играть не умеют. Там три аккорда и так далее. Вот народа не тронули – тронули. Все, до свидания. Называйте это по-другому. Не рок-музыка, не поп-музыка. Бусть это кантри будет. Воровая песня. Как угодно. Понимаете? Ну, это все равно явление. Также пройдет время какое-то, и будем про это говорить по-другому совсем. Знаешь, «Битлз» сменили барабанщиков, как ты знаешь, «Питбест» на «Ринго Старо». А мы меняем ведущую. У нас Юлия Акунина сменит Юлию Щетинину. Очень было приятно с вами. Юлию Щетинину. Да. Нужно, чтобы не заботиться. Да. И думаю, что поскольку они, как ты видишь, разные, не в том смысле, что одна блондинка, другая брюнетка. Они, мне кажется, очень разными по темпераменту. Это мои студенты. Понятно. Вот. И я предполагаю, что у Юлии, может быть, совсем другие вопросы. У него вопросы, я смотрю, даже вот от руки написано. Да. У Юлии, да, было напечатано. Юлия, вам слово. На самом деле, Евгений Юрьевич, уже пару вопросов у меня… Своровал? Своровал. А, ну вот. Надо было предупреждать, какие будут. Так. Олег Михайлович, у меня первый вопрос такой. Вы… Я посмотрела перед интервью вашу песню «Россия вперёд». Вперёд, Россия. Вперёд, Россия, да, извините. Почти три миллиона просмотров. И вот у меня такой вопрос. У вас творчество, в основном, патриотичное такое, патриотичная направленность. Не правда. Вот вы вопрос делаете как утверждение. Но мне так показалось. Если вы хотите что-то спросить… Мне так показалось. Нет, подождите. Нет, не так. Вот вы издаваете вопрос отдельно, а потом говорите, что вам показалось. А то, получается, вы, вот эта тема такая журналистская, вы уже вставляете вопрос, утверждение. Есть такое дело. Мы все знаем, что то-то, то-то и то-то. Вот нифига. Я всегда буду останавливать журналистов, чтобы было корректно. Браво. То, что вам показалось, это вы можете отдельно сказать. Не показалось. Да, мне показалось. Просто задайте вопрос. Хорошо. Мне показалось, что ваше творчество имеет такой патриотичный характер. И вы про патриотизм очень много в интервью говорите, которое я смотрела. Я хочу спросить вас вот о чём. Допустим, я человек, который про патриотизм слышит первый раз. Что бы вы мне сказали, что это такое? И вы во многих интервью говорили, что не нужно путать здоровый патриотизм от каких-то сумасшедших вещей, которые вытворяют люди, дабы подчеркнуть свою любовь к родине. Вот объясните мне, что такое здоровый патриотизм, чтобы я понимала наконец-то уже. Ну, во-первых, вам показалось, что у меня много патриотических песен. На самом деле, если взять статистику, у меня где-то около 300 с чем-то песен патриотических или условно патриотических. Потому что я никогда не думаю, сяду-ка и напишу патриотическую песню. У меня такого не бывает. Сяду-ка и напишу то, о чём меня мучает. Песня «Вперёд, Россия» почему получилась? Потому что я уже зазлился очень серьёзно. Потому что я люблю критиковать мою страну, люблю всякий хохметь по этому поводу и так далее. Ненавижу очень многое, что у нас происходит. Но терпеть не могу, когда мою страну критикуют из-за бугра, тем более, который науськивает ещё людей, которые тоже критикуют за их же деньги. Особенно не люблю, когда меня лишают возможности петь. Для Латвии, например, мне не дали возможности. Украине и так далее. Я написал песню «Вперёд, Россия». Может быть, не все знают, что тебе запрещён просто въезд в Латвию и на Украину. Да, в Латвии за песню сделан в СССР. Но неважно. И я с этим настроением писал песню «Так было в России с далёких времён. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если державе опасность грозит, становится Родина, как монолит». Вот это получилась такая песня. Я не думаю, какая она – патриотическая, не патриотическая. В принципе, такие гражданские песни… По клипу я так поняла, что там достаточно патриотичные кадры. Президент наш идёт. Да. Ровно четыре секунды. Ну, четыре, но, знаете, эффект как двадцать пятого кадра. Хорошо. Значит, смотрите. То есть, первое. У меня меньше патриотических песен, скажем, чем других песен. Но это неважно. Почему я… Ну, видимо, они у меня так получаются. И когда их начинают петь, вот по этой песне сейчас везде мне приходят видео, флешмобы делают, там ещё что-то такое. Значит, как бы я… Бывает так, знаете, в резонанс попал с большим количеством людей, которым это, видимо, надо. Неосознанно? Неосознанно. Я написал песню. Я все для себя пишу. Нет, я понимаю Юлин вопрос. Нет, просто, Олег Михайлович, объясните мне, что такое патриотизм. Не знаю. Я человек космополитических взглядов, я не понимаю, что это такое. Не знаю. Вы не знаете. Не знаю почему, потому что есть куча определений, масса определений. И вот копаться в этом мне не очень интересно. Я, как бы, думаю, что если… Вот я патриот или нет. Вот если я, например, что я делаю, кроме того, что пишу музыку, сажаю деревья, помогаю иногда довольно часто людям, которые нуждаются, детям. Даю огромное количество бесплатных выступлений тем организациям, которые не могут заплатить, например. Что-то ещё делаю. Делаю так, чтобы не навредить моей стране, а наоборот продвинуть наше общее какое-то дело. Вот если это патриотизм, то я патриот. Вот что такое значит патриотизм. Если ещё какие-то есть там показатели, по которым определяю, что такое патриотизм, наверное, ещё какие-то есть. Но я не готов верт в этом, понимаете. Затронули, говорили о патриотизме, и я воспроизвёл после этого в Фейсбуке слова и цитату иконы либеральной журналистики, не буду её называть, но она написала большой пост, который начинался со следующих слов. От слова «патриотизм уже тошнит какими-то червяками и вишнёвыми косточками». Дело в том, что, как мне представляется, в медиасреде, учитывая, что под этим постом было несколько тысяч лайков, и все достаточно именитые и известные журналисты поставили лайк, кроме, пожалуй, там, Владимира Соловьёва и Сергея Доренко. То есть, все согласились с этим тезисом к моему изумлению и разочарованию. По твоим ощущениям, в среде шоу-бизовской такого же рода настроения? Сейчас расскажу. Отличное наблюдение. Я могу сказать, что вообще термины претерпевают своё изменение на наших глазах. Например, демократия пошла. Вот слово «демократ», как сначала все окрылило, все решили, что демократ. О том, демократ, 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 демократ. Получи там. Или там «либераль». Либерализм там везде. То же самое ситуация сложилась, когда… Когда надавили, народ стал реально… Олимпиада прошла, Крым и так далее. Вот такие моменты, когда народ вокруг этого явления стал более патриотичным. Согласись, что так и есть. Чем выше давление, тем крепче бетон. Но когда к этому движению начинают примазываться люди, которые никогда в принципе об этом не задумывались, но поняли, что это вот тренд такой. Да? И когда везде там с флагами бегают и кричат, что мы патриоты, бьют себя там в грудь. Вот я поэтому сказал, если я вот это делаю и это патриотизм, я патриот. А если что-то другое, то нет. И столько людей, которые… Знаешь, был такой момент, когда нас все учили, что Бога нет и так далее. А потом раз – оказалось, что вроде есть. И все побежали, кресты одели. Не из-за того, что он так вдруг поверил в Бога, а из-за того, что вроде все пошли в тренд такой. И вот с патриотизмом та же история происходит. И поэтому, когда это ненатурально, когда это, знаешь, попасть в это движение, чтобы вдруг не последним быть в этом, вот это, конечно, не красиво. Я, Юля, вопрос понял так, и вы меня поправьте, Юля, если я неправильно говорю, что сейчас очень многие конъюнктуры ради эксплуатируют тему патриотизма. Да, согласен. И поскольку эта тема как бы имеет резонанс, и там после, действительно, и Олимпиады, и Крыма есть некий подъем в электорате, скажем так, чтобы не привязать слово «народ». И поэтому всякие движения известных людей в этом направлении, они могут трактоваться как попытка на этом пропиариться, и как конъюнктурная. Да, конъюнктура. Вот конъюнктура – отвратительная история. Понимаешь? Когда это ненатурально, когда я никогда этим не занимался, вдруг раз все побежали, надели галстуки или еще что-то, даночки, или там сказали, что они патриоты. Я поэтому как-то очень осторожно к этому отношусь. Я-то вот это все всегда делал, эти песни. Они у меня были с самого начала. Я к этому, да, хотел подвести, да, что Олег в 90-е годы, когда это было совершенно не трендом, и наоборот это было… Наоборот. За это, в общем-то, можно было и лишиться эфиров и прочее. У Олега эта тема была. Я это помню. То есть я… не я пишу песни, а песни меня пишут. Если я хочу, если я о чем-то думаю, и тогда об этом думал, я писал такие песни. Но все-таки про настроение в цехе. Вот смотри, вот допустим, я понимаю, когда… Вот сегодня видел в Фейсбуке новость, что Потап и Настя сказали, мы отказываемся от звания заслуженных артистов в России. Они говорят, что нам пять раз предлагали это звание, мы отказываемся, мы отказались ехать на Евровидение от России. Вот они вот реально патриоты Украины. Ну, будучи российскими артистами. Я понял. У нас-то почему-то никто таких заявлений не делает, патриотических, скажем так. Есть два момента. Во-первых, это не очень этично отказываться от звания, которого нет. Понимаешь, как-то это так. Сначала звание нужно получить, а сказать, вот эти кресты или эти значки. Мы им пять раз предлагали. Ну, что такое пять раз, где это, кто предлагал пять раз. Я не понимаю этого. Я вот что вижу, то реально есть что-то. Другое дело, например, если тебе государство наградило чем-то, а ты настолько не согласен с государствами, настолько ведешь свою другую политику и все, тогда вот возьми эту награду и отдай. Это по-честному. Битлз, кстати, отказались от награды. А наши некоторые артисты не отказались и продолжают видеть это на государство. Это нечестно. Теперь второй момент какой-то, значит, что касается наших артистов. Вот, честно говоря, Украина, на мой взгляд, так сильно думает о нас, о России. А мы о них разве не думаем? Меньше. Вот значительно меньше. Значительно меньше. Это в прессе, да. В прессе мы все время вот это вот там у них плохо, там случилось это. Вот в массе народа, ну так никто, так не думает. Думают о своем, о своих делах, о стране. У нас нет такого, у них вот прямо какой-то такой момент, что вот там памятник снести, а у нас нет такого, что гостиницу Украину переименовать. Ну как же, ну подождите, я живу… Там, подожди, подождите. В 2014 году, когда случайно щиты электрические перекрасили в огромный скандал, а в Косковский щит такой, ну может быть, где-то любимые цвета ЖКХ. Нет, я этого не слышал по поводу щит. Перекрасили. Я такого не слышал. Это не скандал. На утро уже перекрасили. Скандал – это когда памятник Ленина у них там в Харькове. Это скандал. Я имею в виду такое мощное явление. Мало ли кому-то там выключатель перекрасили. Вы нас не уводите. Вот большой скандал вот такого, знаешь, например, уровня там гостиницы Украины есть у нас? Есть. А вот у них гостиница Москва переделали. У них вот все сейчас переделалось. Это было против коммунизма, против того, что наши там, значит, наша армия, Красная армия там освободила Киев, освободила там много… Украину от фашистов, да? В свое время. Вот это все сейчас вымарывается и так далее. У нас такого нет. Украинская вот кто? Ну-ка у кого нет. Мы меньше значительно об этом думаем, чем они об этом. Понимаете? Вот о чем я хочу сказать. – Хорошо. Олег Михайлович, Вы говорили в одном из интервью, что власть нужно иногда покусывать, а иначе она будет задаваться. – Точно. – Так вот, скажите мне, пожалуйста, кто же у нас сейчас занимается покусыванием власти? Можете каких-то лидеров привести мне в пример? Кто вот вообще… – Ой-ой, а можно я, можно я, можно я. – Нет, нет, потому что Олег Михайлович. – Нет, и вот пока Олег Михайлович думает, я хочу сказать, что пример опять же из шоу-бизнеса, который Олег Михайлович хорошо знаком. Сергей Лазарев заявляет в эфире, что для него Крым всегда был и есть Украина. И тут же едет на Евровидение. Вот после этого сразу приглашают ведущим на федеральный канал телевизионной передачи и после этого выдвигают от России представлять нашу страну на Евровидении. Вот покусывание власти – это самое, что для артиста – это самый верный путь на Евровидении вообще в карьере. Поэтому, наверное, вот конъюнктующий Газманов и думает, как бы покусывать власть, чтобы поехать на Евровидение, наверное, или вести на федеральном канале передачу. – Ну, на Евровидение я не поеду. – Так. – Это раз. Во-вторых, значит, по поводу покусывания. Ну, он сказал и сказал. Я вам хочу сказать, что у нас всё время говорят, что у нас такой жёсткий режим. – Кровавый. – Кровавый. – Ну, человек это сказал и едет на Евровидение. Никто его не мешает, никто не ставит палки в колёса. Но, кстати, в этом смысле нормально, я считаю. Вот представь себе, если бы там в Украине вот так было бы, да. – Ну, хорошо. А кто, кроме Лазарева, например, есть какие-то… – А вы слышали такую песню? Она так звучит. – Как мы сможем победить, если нас легко купить? – Ладно, не буду. – Ну, вот вы, собственно, сами подошли к вопросу о коррупции у нас в стране. Вы тоже очень много высказывались по этому поводу. У вас было интервью в «Ленте.ру», я его читала. И вы там как раз-таки именно про коррупцию, про Сердюковщину говорили. И вот чем всё это дело закончилось, я вижу, что господин Сердюков у нас под амнистию попал, а госпожа Васильева ушла условно-досрочной. То есть такой большой скандал, на самом деле, закончился практически ничем. – Ну, я плохо к этому отношусь. Не в смысле того, что надо их там… То есть если они там какие-то миллиарды ходили и всё такое, но до конца государство должно показать народу, что это до конца решённый вопрос. – Не, ну воруют же. Воруют – страшно. – Это жуть. – То есть, получается, наказания не было? – Я эту песню, которую я сейчас пропел, называется «Новая заря». Понимаешь? Эту песню я написал в 2004 году ещё. И мне её один раз испуганно показали полпесни на Первом канале. И тут же её закрыли просто. Звонили дяде какие-то, как мне говорили, на радиостанции и говорят «Не-не-не, Олег, хватит, не показывай эту песню». И вот до сих пор казалось, что такая беспощадная идёт борьба с коррупцией. Но понимаешь, что это очень сложно сделать вообще. – Ну а что для этого делать? Я вот не понимаю. Надо же что-то делать с этим. – Подожди, подожди. Надо, конечно. Но это такая штука. Это за один раз мгновенно не сделаешь. Ну не сделаешь. Просто, ну хорошо. Вот те, кто ругают, те говорят, что коррупция, коррупция. Как только они попадают в ротацию, идёт кадров, а только они попадают на то место, где можно тырить, они тырят сами. Понимаешь? Вот это в обществе такая история. – Ну что, монолог такой боролатый, что ли? – Ну то есть это менталитет? – Ну понимаешь, да. Нужна, вот я думаю, что с помощью либеральной идеи, либерально-демократической, нельзя объяснить полицейскому, почему ему нельзя брать взятку. Вот почему ему нельзя. Вот в Бога он не верит, например, да? Там и так далее. Если вот он украдёт что-нибудь немного, да? Для себя, для семьи. Украдёт. А типа его не поймали, значит он прав. Понимаешь? Вот где у нас национальная идея? Вот когда народ в порыве, в едином, сцементирован одной идеей, понимаешь? Он должен, не знаю, вот тут Чингисана как было, значит, идея у него была национальная. Он хотел сделать гигантскую империю от океана до океана, чтобы девушка с подносом на голове, в котором деньги, фрукты и так далее, могла пройти от океана до океана, и что никто её не посмел бы тронуть даже. Нечестно её посигнуть не на деньги. Вот идея была такая мощная, понимаешь? И там жёсткая была дисциплина, там попробуй стыли. То есть карательные, репрессивные меры. Да. А потом, это я говорю как один из вариантов, но потом, когда они стали уже, они когда Китай завоевали, там всё это, Орда, когда они разнежились, рассупонились, там стали тырить, там гигантская коррупция была, всё это развалилось. Ну смотри, у нас же была идея в Советском Союзе одна, она как бы планировала, что она как скреп объединяет, не прокатила же эта коммунистическая идея. Потом у нас с 1991 года другая идея – обогащайся или сдохни. Кто не вписался в рынок, то есть дискурс младых реформаторов, ну вот либеральный, который поныне существует, мы же живём в этом дискурсе, поэтому нормально брать взятки. Это то, что нам объяснили Гайдара Чубайса и Немцова. Ты обогащайся как можешь. Если тебя не поймали, ты молодчина. Так мы в этом дискурсе живём, тогда, значит, как-то надо менять… Мне кажется, вы путаете, Евгений Юрьевич, обогащайся как можешь в рыночной экономике, т.е. когда зарабатываешь, чем-то можно как-то это реализировать, как можно. У нас рыночная экономика в шоу-бизнесе. У нас сложная экономика вообще везде, в том числе в шоу-бизнесе. Не надо оторвать шоу-бизнес от общего, так сказать, потока сознания в государстве. Бизнес, везде бизнес. Но я что хочу сказать по этому поводу, да? Да, вот ты, собственно, ответил на мой вопрос, когда я говорил, либерально-демократическая идея, особенно такая не до конца дорулиная, она не может… Например, в западных странах тоже у них есть развитая вроде экономика, у них тоже и взятки, и это, и то. Не на уровне каишников. Там взятки на уровне генералитетных. Потому что… Там не берут ни в коем случае. Знаешь, я первый раз, второй раз в наручниках оказался, когда попытался в Америке дать взятку Highway Patrol. Через пять минут я был в наручниках. Ну, первое, первое, хочу тебе сказать, бывает по-разному, раз. Это тоже… В Америке? Подожди, подожди. Да. Но они там боятся брать, реально, потому что за ними очень жёстко следят. Боятся? По-моему, этого нету просто у них. Нет. И боятся, и… Скорее боятся. Ну, посмотри, сколько у них фильмов, когда они… Просто гаишники у них – не эта фигня. А ты посмотри, что происходит у них с наркотиками. Ну, просто… Это же не просто так. Все фильмы, где обязательно полицейские куплены. Ну, это обязательно просто. Посмотри, почитай книжки там. То есть, ты считаешь… Через опочитай. Хорошо. Правильно ли я так понимаю, что ты считаешь, что пока у нас у власти либеральное правительство, и пока у власти либералы, то не будет никаких подвижек. То есть, будут вот так вот эти процессы, будут там воровать, судить, отпускать, вот этот будет торг. А что вместо либеральной идеи, вместо нынешней власти? Кто коммунисты? Вот сейчас такие вопросы ко мне пошли, на которые у меня вот реального, четкого ответа нет. Я не специалист в этом. А если я в этом не специалист, значит, это рискованно отвечать, все равно попадешь в какую-то фигню. Но я хочу сказать свое мнение просто, субъективное мнение, что взятки, коррупция были всегда практически во всех формациях государства. Всегда. Где-то больше, где-то меньше. У нас сейчас очень много. Ну, очень реально много всего этого. То есть, везде и на Западе везде поменьше, вроде бы. Вроде бы внешне поменьше. Но там посадили пару человек, которые там миллиардами, просто миллиардами сносили все это, долларов я имею в виду. Ну да. Понимаешь? Но они так круто это все делают, и завуалировано, и все такое. Но у них экономика развита. У них, условно говоря, 10% их взяток – это гигантские миллиарды, больше, чем наш. Но у нас не 10%, наверное, в темную идет, а больше просто. То есть, я не готов сказать, что делать для того, чтобы этого не было. Ну, я не понимаю. Я не позавидую. Следующий вопрос. Сейчас. Я могу сказать только одно. Что это, видимо, и страх от того, что тебя накажут, должно быть он в Китае расстреливать за это. И так же должно государство объяснять гражданам, что, например, если врач дает гаишнику деньги, а он эти деньги берет и потом несет к врачу, а врач потом это несет к учителю, а учитель туда-сюда. Да, от этого мы все становимся из кармана в карман перекладываем, мы становимся нищими. Хорошо, у нас 3 минуты осталось, поэтому… Три минуты? А еще я иногда пишу музыку и стихи. Олег Михайлович продолжает тему экономики. В 2013 году вы попали в список Forbes в топ-30. Ух ты! Да-да-да, есть такая информация. Сейчас кризис у нас в стране, как мы это узнали с прямой линии с президентом, собственно. Вот, хотел Вас спросить, это как-то сказалось на Вашем экономическом положении? И сразу тут же еще один вопрос, может ли творческий человек, музыкант в частности, совмещать предпринимательскую деятельность с музыкальной, ну с творчеством своим? То есть, вот мы как знаем пример известного такого предпринимателя, который в последнее время очень часто обсуждается, Сергея Ралдугина. Вот может ли он успешно совмещать экономическую деятельность и свое творчество? Ну я не знаю там кого говорить, я вот хочу сказать, что есть… Известный виолончелист. Да. Ну у него бизнес шикарный на Виргинских островах. Но я не слежу за бизнесом. А бизнес-то есть какой-нибудь? Меня? Да, у Вас есть бизнес. Я у меня, ну, я одну квартиру сдаю в арендуме. О, это серьезно. С другой не получилось. Нет, ну я хочу сказать, вот мое счастье видимо в том, что я делаю то, что мне нравится и мне еще за это дают деньги, вот это удивительно. Ну что касается… Но Вам сейчас хватает этих денег? То, что людей на концерты меньше не ходят? Ну я совмещаю, я аппетиты как бы своих, там и своей семьи. А все-таки приходится корректировать? Ну, нет, пока ничего. Ну, конечно, если вот, подождите, давайте так, сейчас сразу не могу на все вопросы. Первый момент. Повлиял ли на меня? Конечно, повлиял. Сейчас народ тяжело ходит, народу денег мало. Народ думает, чтобы поесть, а не пойти потратить на концерт. Это да. И еще там некоторые факторы и все такое. Конечно, сейчас непростые времена, но это не в первый раз. Не первый кризис. Ну, то есть Вы качество своей жизни ухудшаете? Или Вы ищете какие-то другие альтернативные источники заработка? Ну, я скажу, что есть музыканты, по крайней мере, я знаю, которые умеют сочетать бизнес с другой, не с музыкальным, и делают некоторые вот это значительно успешнее, чем дивиденды от музыки, там, и слава Богу. У меня не очень хорошо это получается, но я думаю, что если бы я оторвался от того, что мне нравится, и занялся бы бизнесом реальным, наверное, у меня получилось бы. Не знаю. Но пока что я делаю то, что мне нравится в жизни. Почему я должен делать то, что мне не нравится? Я думаю, что мой сын, младший сын Родион, наконец-то кто-нибудь начнет реально зарабатывать деньги в семье. Вот. Он закончил колледж в Англии, закончил финансовую академию с отличием. Сейчас он стал заниматься музыкой. Вот. И он счастлив. Вот я смотрю, у него глаза сияют. Получает какие-то деньги там, которые ему хватает на жизнь. Вот. Все остальное его не очень как бы особо волнует. И это вот этот драйв, который нужен. Который вот есть. И я вот этот свой драйв не поменяю на то, чтобы у меня там куча бабла появилась. И что вот у меня изменится? Машина у меня есть, да? Я не представляю там. Ну что? Вот. Я не представляю. Если бы мне сказали, вот тебе бизнес, да? Прекращай заниматься этой фигней. Да? Вот у тебя бизнес будет там 10 миллионов долларов в месяц. А что мне изменилось бы? Нам пора прекращать заниматься нашей фигней, потому что у нас время в эфире стекло. Мы сейчас послушаем музыку Олега Михайловича Газманова. А я вот, подводя резюме, могу сказать, что меня, вот Юля, потрясло в сегодняшнем разговоре, что Газманов не выходит за рамки своей компетенции. Если вот он понимает, что он в этом некомпетентен, он по этому поводу не высказывается. Это, друзья, крайне редкое качество в нашем шоу-бизнесе и вообще под шоу-бизнесом, я понимаю, в том числе и медиа-отразь. Юля, спасибо. Олег, большое спасибо тебе. Приходи еще. Да. Спасибо Юле, спасибо Евгении, спасибо Мене. И Юля. А можно вот уже вне эфира задать вопрос? Ну, если… Евгений, Юрий, Сергей. А я не знаю, мы уже вышли, да, из эфира, да? Нет? Ну, тогда задавайте. На одну песню меньше по…